Это программа Донбасс Реали в студии Радио Свобода в Киеве. Алексей Мацука, приветствую вас. Уже через несколько дней начнется новый учебный год, второй в условиях необъявленной войны. По какой программе будут учить детей, какие условия поступления в высшие учебные заведения и есть ли какие-то льготы для переселенцев? Все эти вопросы мы неоднократно поднимали в программе Донбасс Реали, предыдущие выпуски которой всегда доступны на сайте Радио Свобода. А сегодня обсудим, как обеспечиваются образовательные потребности учеников-переселенцев с представителем Министерства образования Украины Владимиром Бажинским. Здравствуйте, Владимир. Спасибо, что нашли время для Радио Свобода сегодня. С какими проблемами придется встретить новый учебный год, обсудим в студии после сюжета наших луганских корреспондентов. На востоке страны сотни школ были разрушены либо повреждены. Где будут учиться дети, оставшиеся на оккупированных территориях, неизвестно. Ведь восстанавливать учебные заведения там не спешат. После активных военных действий в самопровозглашенной Луганской Народной Республике остались десятки разрушенных школ, которые не подлежат восстановлению. Они находятся как в глубинке региона, так и в самом центре Луганска. Чтобы сэкономить и так недостающих денег, чиновники тамошнего Министерства образования планируют объединить несколько школ, создавая таким образом учебно-воспитательные комплексы. Потратить на все это планируют около миллиона рублей. Но существуют пока эти комплексы только на бумаге. В жизни картина другая. Ленинский район Луганска. Вот что осталось от седьмой школы. Здесь сутками дежурит охранник Александр Яковлевич. Мужчина с сожалением показывает голые обгорелые стены, пробитую крышу и выбитые стекла. В его сердце еще теплится надежда, что когда-нибудь учебное заведение восстановит. У меня есть надежда, что эту школу восстановят, так как говорил наш глава республики. Значит, придет время, и некоторые школы были побиты. Вторая школа, там 17-я, там 39-я, их уже восстановили. Но дойдет очередь и до этой школы, во вторую эшелонию. Закончится война, будут средства и восстановят школу. То ли ее разрушат, если невыгодно, и построят заново, то ли будут восстанавливать это. Институт и работает над этим. Подобную картину можно наблюдать по всему бывшему областному центру. Вот 29-я школа. Она находится в нескольких километрах от седьмой. Здесь тоже мало что уцелело. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, мамы учеников создали инициативную группу. Обратились к депутатскому корпусу. Теперь ждут результатов. Была собрана группа, было собрание вместе с директором школы, который был на тот момент. Писали письма, насколько мне известно, о том, чтобы включили в список восстановительных школ и наши 29-я. Таким образом, целый жилой массив остался без учебного заведения. Ведь в 29-й школе учились дети с других районов и даже с других населенных пунктов. Теперь приходится получать знания, преодолевая несколько маршрутных остановок. Переживали. Приехав сюда, нам негде было учиться. Поэтому нас возили в 17-ю школу. Это на автобус нужно выйти. Опять же, мы эту зиму жили здесь. Поэтому, конечно, были неудобства. И другой учитель. Ребенок пошел во второй класс. Очень тяжело к учителю привыкал. Да и нам было с этим учителем немного неудобно. Мы привыкли к своей учительнице. Она у нас как кочечка такая за своими цыпляточками. Поэтому, конечно, были неудобства. Не редкость, когда представители местного министерства образования просят поучаствовать родителей в ремонте той или иной школы. Дали расчетные счета родителям для того, чтобы каждый, кто сколько сможет, помогли. И ищут, я так понимаю, спонсоров, которые могут в этом деле помочь. Но пока этот вопрос, судя по всему, не двигается. Скорее всего, в свои школы ученики в этом году не попадут. Несмотря даже на то, что многие родители готовы финансово поучаствовать в восстановлении учебных заведений. Анна Иванова, Николай Самарцев для Донбасс Реалии, Радио Свобода. Владимир, скажите, как быть тем учащимся, которые остаются на оккупированной территории? Может быть, министерство предлагает дистанционные курсы образования, либо какую-то программу выезда оттуда? Да, вы совершенно правы. Мы не делаем абсолютно никакого различия между людьми, которые проживают на той или иной территории, на этой территории. Дети есть дети, они должны получать образование, это аксиоматично. Дело в том, что по объективным причинам военного конфликта, который там происходит, той войны не объявленной, которая происходит, действительно есть угроза жизни детей. И обычные традиционные формы, как мы видели из сюжета, уже невозможные. Кроме того, любые имитации учебного процесса на оккупированной территории всегда остаются только имитацией учебного процесса. Итогом учебного процесса есть получение официального документа об образовании, тот, который соответствует государственным требованиям. И для того, чтобы наши дети не получились за границами всего вышесказанного, скажем так, мы для подобных детей предусматриваем, существовало уже давно, и мы ее немножко адаптировали, немножко доработали, немножко разъяснили, упростили. Такая форма обучения, как экстернат. Экстернатная форма обучения, и иногда, да, с элементами дистанционного обучения, ну или дистанционное обучение в чистом виде, там, где оно есть. А как это выглядит, дистанционное обучение? Дистанционное обучение, скажем так, у нас есть соответствующий приказ министерства, которым регламентирована экстернатная форма обучения, положение проэкстернат, так называемое, и положение дистанционного обучения. То есть это ускоренное, да, экстернат? Экстернат, да, безусловно. На экстернатной форме обучения она вроде бы как бы традиционно используется для одаренных детей, которые могут, ну, есть такая практика, за один класс пройти две учебных программы, скажем так, за седьмой класс пройти седьмой и восьмой, и ускоренно продолжить обучение. Это гарантируется законом Украины, а в общем среднем образовании нет подобного права. Поэтому есть соответствующая форма. Но кроме того, в положении об экстренат указано, что те дети, которые по любым причинам не могут посещать школу, могут пойти на экстренатную форму обучения. Правда, есть один нюанс о том, что оно подразумевает все-таки несколько раз приехать в ту школу, скажем так, для того или иного учебного процесса. Получить консультации, сдать контрольную работу. То есть правильно ли я понимаю, например, если дети учились в Луганской школе, то их закрепляют сейчас за школой какой-то в Северодонецке или еще где-то? Для этого нужна инициатива родителей прежде всего. Дело в том, что мы на своем сайте распространили широко список опорных школ всей Украины. Если мне память не изменяет, там порядка 300 страниц А4 мелким шрифтом о том, какие школы вся Украина предлагает в области, в той же Донецкой, Луганской, Винницкой, Львовской, любой области, для детей. То есть школы уже готовы для того, что к ним будут обращаться дети с оккупированной территории, для того, чтобы зачислиться на экстренатную форму учебного. А в чем эта готовность выражается? То есть там большее количество учебников предоставлено, либо же какие-то классы делают отдельные, либо как-то расширяют количество учащихся? Есть нормы классов, есть, скажем так, если в том возник необходимость, можно открыть дополнительный класс. Обеспечить, нанять педагогического работника, принять на работу дополнительного, дать дополнительные часы, что отобразится на заработной плате такого педагогического работника. Ну, это, безусловно, уже компетенция и задачи местных органов управления того или иного уровня, на каком это все происходит. Список этот есть. К нам обращаются в министерство люди, которые об этом еще не знают. Приезжают, спрашивают. Мы рассказываем. Даже скажу один нюанс. Для тех, кто не мог в определенный период выехать оттуда, не работали коридоры, не работали пропускные пункты. Мы, используя нормативную базу, которая на сегодняшний день уже наработана в Украине, разрешили, скажем так, подавать подобные заявления на зачисление экстронатной формы обучения в отсканированной форме с подписью. То есть, родители написали заявление, подписали его, отсканировали, и дай бог, чтобы у них был либо факс, либо электронная почта, и смогли его отправить. Ну, или почтой, в конце концов. Ну, любой способ обучения. Почта с оккупированными территориями не работает. Смотрите, а если ситуация, правильно ли это будет выглядеть, что люди, которые находятся в оккупированном районе, для них не будет проблемы устроить своего ребенка в ту или иную школу? Абсолютно никакой. И существует упрощенная процедура подачи документов. Для данной категории. Даже для тех детей, у которых все сгорело в огне войны, свидетельство о рождении, ну, любые документы. Документы обо прошлом их образовании. Но все-таки важно. Дети учились определенные периоды, особенно это важно для выпускников, 9-х классов, 11-х классов и тому подобное. Это важно для того, что образование, которое у них было, чтобы им не приходилось проходить повторный курс. То есть, мы должны бы знать. Но в экстронатной форме обучения есть нюанс, их можно оценить. То есть, если у них нет вообще ничего. То есть, просто есть ребенок, который хочет учиться. И мы знаем, что он, скажем так, проживает на Украине. То есть, его оценят. И оценят уровень его знаний, скажем так. Ну, как минимум, конечно, табель было бы неплохо. Скажите, какое количество в прошлом году учебных детей перешли в школы украинские? По информации мы собираем, скажем так, информацию от областных органов управления оборудования, и в Сочи, и от районных. А мы говорим порядка 80 тысяч переселенцев, скажем так, их детей. Это дети? Да. 80 тысяч детей, школьников. А по дошкольному образованию? Боюсь, про дошкольному образованию я ситуацию не могу вам сказать. Скажите, а вот с дошкольниками, которые, так сказать, в большой Украине находятся, для родителей, которые отправляют своих детей в садики, возникают ли проблемы какие-то, и как они решаются? Это проблема не только переселенцев, это проблема всей Украины и неоккупированной территории, в том числе. По поводу очередей, мест в детских садах и так далее, и тому подобное. Поэтому, скажем так, если устроить ребенка в школу, это естественно, тут сделано все, что только можно, то с дошкольным образованием мы проблемы знаем, скажем так, и просто для граждан, которые не в оккупированной территории. Просто для Киева, для сел, скажем так, и так далее. Тут, скажем, как у них получится. Например, в Киеве действует так называемая электронная очередь. Насколько мне известно, льгот для переселенцев там нет. Порядок об этой очереди утвержден приказом Главного управления образования и науки города Киева. Скажите, в вашем министерстве создан ли какой-то, может быть, особый департамент по работе с оккупированными районами? Или же все-таки это считается общей министерской такой задачей? Это считается. Департаменты министерства, мой департамент общего среднего дошкольного образования, департамент профессионального образования, департамент высшего образования, они все занимаются на общих основаниях. Мы не делаем никаких разграничений между людьми, где бы они ни находились, на оккупированной территории или нет. Ну и, кроме того, вы сами понимаете, в режиме экономии бюджета никаких дополнительных, скажем так, дай бог, чтобы не сократилось наше количество. Нас в департаменте общего среднего образования около 30 человек на всю Украину. Скажите, можете ли вы точно дать алгоритм, как все-таки вынужденному переселенцу устроить своего ребенка в школу по месту пребывания на новый адрес? Если он приехал, ну, скажем так, если он не в курсе, какую школу он еще готов избрать, скажем так, он может прийти в любую. Но проще ему, конечно, было бы прийти в районное управление образования, соответствующее территориальное районное управление образования, записаться на прием или написать письменно, как ему будет удобно в любой форме, либо позвонить банально уже в конце концов, позвонить и уточнить, какая школа готова принять его ребенка, скажем так, на обычную классную форму обучения. Об экстернате мы не говорим. Если он хочет пойти на экстернатную форму обучения, живя здесь, ему тоже, скажем так, никаких проблем не будет. То есть официальная статистика по тому, сколько в первый класс пошло детей беженцев, будет, наверное, позже. Да, безусловно, мы сможем владеть, пока охватятся статистически официальные данные, это речь идет о осени, ну, 1 сентября еще даже не наступило, сколько их прибыло, скажем так, ну, есть еще миграция, вы же понимаете, они переезжают из области в область и так далее. Какое-то устаканенное среднестатистическое понятие будет действительно где-то в октябре, ну, может быть, на начало ноября. Сколько стоит собрать ученика в школу? Вопрос актуальный для родителей ежегодно. А тем более во времена экономического кризиса. Во сколько же сегодня обойдутся школьные принадлежности и форма? Журналисты Донбасс-Реали сравнили цены на свободной территории и на оккупированной. Дневник, тетрадки, бальфель, спортивная обувь, пастилы, ручки, краски, пластилины. Стандартный школьный набор. Сколько он стоит? Актуальный вопрос для родителей накануне 1 сентября. Особенно остро он стоит для жителей оккупированных территорий. В Луганске родители хватаются за голову. Цены на одежду и школьные принадлежности повысились в разы. По самым скромным подсчетам, рюкзак с констоварами и форма стоит от 10 тысяч гривен. Полторы тысячи гривен, две тысячи рублей. Вот этот костюм стоит спортивные, тысячу двести. Сумка от трехсот гривен, допустим. И канцелярия тоже, все очень дорого. Если дневник, 20 гривен и выше. Самая болезненная трата семейного бюджета – школьная форма. Счастливчиками можно назвать тех ребят, кто за год не подрос и аккуратно относил пиджак с брюками. Во-первых, ребенок растет, активно растет, за лето очень сильно вытянется, поэтому взрослее становится. И хочется тоже, что красиво и модно одеваться. Если ему было пять лет, можно было на него надеть все, что угодно, мама не спрашивала. А дело, что считать нужно. И все, то сейчас с его интересами приходится считаться. Третьекласснице даже повезло. Ее бабушка умеет шить. И в распоряжении школьницы – пиджак, брюки, пара юбок и блузка. Запас ткани был куплен несколько лет назад. Рюкзак с прошлого года. Остальное нужно докупить. Раньше мы ни в чем не отказывали. Привыкла. Красивое все, все модное. А сейчас пока старое. Пока портфель еще тот хороший, она аккуратная у нас. Пока все на старых запасах. Папа, ее папа не работает, а подрабатывает. Но тоже. Сегодня я заработал деньги. Два дня сидит. С Луганского рынка мы отправились на Киевский, чтобы сравнить цены и понять, сколько сегодня стоит собрать ученика в школу в столице. Рынок с констоварами у метро Петровка пестрит изобилием тетрадей, ручек, дневников и портфелей. На любой вкус и кошелек. Цена дневника варьируется от 5 гривен и до 100. Цена за ручку начинается от 3 гривен и выше. Можно купить и за гривну 50, но ее качество будет, соответственно, хуже. Если ты найдешь первый класс, то нужно брать и рюкзачок, и сумочку для взуття, и сумочку для харчевания, ланчбокс, называются, и зошиты. Это приблизительно выходит 1000-1200 гривен. Рюкзачки есть разные, от 300 гривен и дорожче. Эти тетрадки, по сравнению с прошлым годом, качественная тетрадь, она дорожала. Подорожала там где-то на гривну, на полторы гривни. Ручки тоже дорожали. Собрать ребенка в школу, где-то приблизительно, если так, самое такое необходимое купить, надо где-то гривен 500-700, ну, до 1000 гривен. Это не считая рюкзака, не считая сумочек для обуви, портфельчиков. Мама Анжела на рынке докупает недостающие. Основное все приобрела по интернету. Там, по ее словам, цены ниже в два раза. Я купила просто по интернету, намного дешевле. Я спросила, ручки, 10 гривен ручка, я все, пошла на задание. В интернете 5 примерно? 4 даже. Это было. Ну, короче, все, все намного дешевле. А вот во сколько можно вложиться, если покупать по интернету? Я, может, на гривен 200-300, там, ну, я не могу вам сказать точно. Серьезную часть расходов для киевского школьника составляет, как и в любом регионе Украины, школьная форма. Обычно это стоит очень дорого, и в этом году это тоже очень серьезные, серьезных вложений потребует от всех родителей. То есть костюмы для мальчиков начинаются где-то в пределах 1000 гривен. По ценам средний комплект в этом году для родителей будет стоить, ну, по крайней мере, нашей торговой марки где-то 2000 гривен. То есть блузы порядка 500, юбки, брюки тоже порядка 500, пиджаки в районе 1000 гривен. На украинском рынке сегодня есть бюджетные альтернативы дорогим товарам. Но не факт, что даже на нее хватит денег семье с минимальным заработком. Ведь прожиточный минимум составляет чуть больше тысячи, а рюкзак формой концтовары вряд ли в него уместятся. Анна Иванова, Николай Самарзов и Владимир Паутов. Для Донбасс Реалии. Радио Свобода. Владимир, скажите, не предусматриваются ли какие-то субсидии, может быть, либо форма материальной помощи для вынужденных переселенцев, которые, столкнувшись с арендой жилья, с переездом и с массой проблем, связанных с финансовым характером, чтобы как-то еще поддержать в плане материальном во время подготовки ребенка в школу? Ну, боюсь, вопрос немножко не по адресу. Социальное обеспечение переселенцев, ну и, в принципе, любых граждан Украины относится к зоне компетенции Министерства социальной политики. Ну, насколько в пределах моего образования и знания нормативной базы, помощь оказывается только малоимущим, те, кто получили соответствующий статус, то есть у которых уровень, скажем так, уровень их дохода задекларированный, не соответствует определенному уровню, скажем так, минимальной заработной плате, посчитать там, есть определенные формулы, но это реально. Действительно вопрос Министерства социальной политики. Какие-то особые льготы для переселенцев мне неизвестны. Скажите, учебники и дополнительные учебные методические материалы какие-то и так далее, этого всего хватает с учетом того, что было отправлено в Донецк до войны и использовалось там в качестве раздаточного материала, ведь оно и осталось там, а дети-то уехали, а учебники за ними не уехали. Я понимаю, ну, насколько мне известно на сегодняшний день, действительно стал закон Украины о перераспределении государственного бюджета и на учебники выделены дополнительные средства, скажем так. Поэтому, в принципе, о том, что где хватает, что не хватает, это, конечно, больше зона ответственности местной власти. Если они к нам обращаются с соответствующими просьбами о перерасходе так называемой образовательной субвенции, мы работаем с Министерством финансов и пытаемся эти вопросы, безусловно, урегулировать. Сказать, что всегда-всегда хватало, ну, это, скажем так, быть очень большим оптимистом. Последний вопрос к вам. Скажите, школы в Донецкой и Луганской области, они сейчас резко стали все украиноязычными или же они такими и были, эти школы, чтобы отсечь спекуляции возможные, которые могут использовать на оккупированной территории представители российской стороны? Вы имеете в виду сейчас оккупированную территорию? Я сейчас имею в виду территорию, например, Константиновка, Дружковка, украинскую территорию. Не стало ли так, что резко все школы стали украиноязычными? Моя коллега приедет из севера Донецка, я, безусловно, у нее спрошу, ей будет оттуда виднее. Вы понимаете, нам, сидя в Киеве, здесь не очень-то видно, насколько они стали там какими-либо. И вопросы открытия классов, закрытия классов относятся к их некомпетенциям. Если родители требуют открыть русский класс, скажем так, или украинский класс, в том есть местное решение, и они, собственно, должны идти по пожеланиям людей. То есть русский язык никто запрещать не будет на Донбассе, и министерство не занимается политикой запрета русского языка? Я не представляю, как это даже теоретически или практически возможно. Это запрещено и законодательно, и, скажем так, любыми нормами, которые существуют. Сегодня в студии Донбасс Реалии был Владимир Бажинский, представитель Министерства образования и науки Украины. Я напомню, что этот выпуск и все предыдущие выпуски программы Донбасс Реалии можно найти на сайте Радио Свобода. Пишите нам также на электронную почту, ни одно письмо не останется без ответа. Сегодня на этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова